Первый день начинается с открытий. В художественном музее необычная выставка «Кола Часу». Здесь представлены лучшие картины белорусских художников, и каждая уникальна по-своему. Отдельное место занимают работы юных мастеров, ребятам от 7 до 12 лет. У них свой взгляд на белорусский спорт. Здесь 30 работ современных белорусских художников. Сама выставка называется «Колесо времени», и идея ее в том, чтобы показать именно связь поколений, показать о том, что наша жизнь настолько быстротечна, и что в жизни нужно ценить важные моменты. Второй день форума в плане семинара и встречи. Среди главных тем образования и продвижения новых проектов. Так молодые умы со всей Беларуси презентуют идеи в театре драмы и комедии. Педагоги же собираются в 34-й школе. В качестве спикеров – специалисты Белорусской Олимпийской Академии. Дополняет программу «Бобруйска-громаш». Здесь участники знакомятся с технологическим процессом создания сельхозпродукции. Мелодичное завершение насыщенной пятницы – концерт органной музыки. Бобруйске, глядач, он вельми запотребованный, потому что в этом городе завсёды шмат артистов, высокого узровня, и поэтому завсёды есть с чем поравновывать. Поэтому приезжающим к Бобруйске завсёды рыхтуемся, потому что ведаем, что это публика, якая шмат почула, побачила, и поэтому с такой великой отказностью завсёды относимся до этих концертов. И вот финал. Третий день не зря томил ожиданием и получается поистине незабываемым. Футбол, мини-гольф, прыжки в высоту и даже стрельба из лука. Десятки спортивных площадок размещаются по всей территории Бобруйской арены. И каждый, кто принимает участие минимум в 12 активностях, получает по-настоящему полезный приз – фитнес-браслет. Я уже ходила на плавание и пойду на лёгкую атлетику. Может быть, ещё и на тяжёлую, на футбол. Ну а ты вообще любишь спорт? Да, очень. Такие фестивали ценны всегда, потому что это как-никак популяризация спорта, популяризация движений спорта, которые… Ну, дети пришли, они, может, дома сидят, они не видели вообще, что это такое, как это делается. И они просто это видят, и потом в дальнейшем могут пойти по их стопам и заниматься тем или иным видом спорта. Под эгидой Национального олимпийского комитета и Федерации профсоюзов Беларуси мультиспортивный форум даёт повод по-новому взглянуть на понятия здорового образа жизни. На фестивале проявить себя в отдельных видах пробуют и взрослые, и дети. Самое главное, что искренние лица детей, которые могут с вами попробовать разные виды спорта, и, возможно, кто-то влюбится в какой-то из них, и впоследствии станет пускай не олимпийским чемпионом, а если олимпийским, то вообще здорово. Фестиваль масштабный, я думаю, он пронесёт много радости и счастья нашим бобручанам, гостям города Бобруйска, всей Могилёвской области. В этой площадке демонстрируется наше коронное, наше белорусское искусство, культура, спорт. То, к чему стомятся сегодня белорусы, чем дорожат сегодня белорусы. Долетели до Бобруйской арены и спасатели. В прямом смысле. Вертолёт МЧС приковывает к себе внимание всех гостей. Рядом уникальная спецтехника и даже имитация дымовой комнаты. Кто хочет краску помирить, кто хочет, если не может, сфотографироваться. В итоге помогают делать шаг к Олимпу не только отдельным людям, но и целым предприятиям. На Бобруйска-Громаше современное мини-футбольное поле – подарок работникам. Теперь остается только улучшать свои результаты. Тем более, что все условия для этого созданы. У нас спортивные люди и действительно очень активно занимаются мини-футболом. У нас даже есть турнир, который внутри завода. Каждые цеха, каждое управление между собой соревнуются. Но когда наши ребята стали чемпионами Могилёвской области, мы поняли, что всё-таки надо делать поле, потому что они заслужили своё поле своим трудом и своими стараниями. Наш генеральный директор с руководством нашего предприятия сделал нам огромный подарок. Мы призовые места занимаем на чемпионате города в области. А сейчас с таким полем у нас будут новые тренировки, новые старты. Мы будем стараться благодарить наше руководство ещё раз. Отличительная черта фестиваля – многогранность. Соревнования – это ведь не только про спорт. На главной сцене молодые вокальные таланты. В конкурсе принимают участие более 20 исполнителей. Уровень – самый высокий. В жюри – известные белорусские артисты. В колонках – прекрасные и чистые голоса. Мы вообще занимаемся фольклором. Мы поём и танцуем так называемые побутовые танцы, которые танцевали наши бабушки. И вот мы это у них узнаём и танцуем, и поём их песни. Я была сегодня в жюри. И знаете, меня Бобруйск поразил, что у вас огромное количество молодых исполнителей. Все голосистые. Ну, Бобруйск всегда был голосистый. Фестиваль тоже принимает подарки. Именно в Бобруйске форум получает свой собственный гимн. Песня «Быстрее, выше, сильнее» исполняет Руслана Лехно. Быстрее, выше, сильнее. Ведь вновь не сильней. И мы, на все времена, Вся моя ванна одна. Гала-концерт – финальный аккорд трёхдневного марафона. На сцене известные белорусские артисты. Гюнеш, арт-группа «Белорусы», Александр Воронище и многие другие. Публика потрясающая, очень молодая, яркая, красивая. Все танцуют, радуются жизни. Класс. Приезжаю сюда уже второй раз. Это разрыв. Я зарядился энергетикой больше от народа, чем репетиции в своей студии. Я влюбился в Бобрус. Приходила нами Катюша На высокий день на грудьной. Приходила нами Катюша На высокий день на грудьной. Как атмосфера вам здесь? Мне очень нравится, очень атмосфера. Настолько много людей, все вместе. Как будто мы все большая одна семья. Вот народное творчество посмотрели. Очень нравится, поэтому всегда смотрим. Всегда приходим именно для посмотреть на народные ремесла. Ну и концерт послушать. Фееричный во всех смыслах фестиваль покидает Бобруйск, но оставляет бесценную память, незабываемые эмоции и искренние улыбки. Даже дождь не помешал в итогам сделать шаг на пути к Олимпу. И на этом форум не прощается, а лишь меняет прописку. До встречи в Солигорске. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Максим Галеонко, Павел Зуев. Итоги недели.